всем привет привет как слышно видно презентация загрузилась друзья всем привет как меня слышно видно добрый день добрый день так ждем пока будет присоединяться у нас сегодня вебинар для нейродизайнеров для дизайнеров архитекторов которые хотят научиться использовать нейросети не просто на любительском уровне а использовать их профессионально видно слышно супер слышно видно отлично так у меня экран я вижу все перед собой поэтому иногда могу не в камеру смотреть а чуть чуть повыше и справа у меня ваши чаты все вижу все все у нас идет так презентацию мы тоже видно я начинаю не будем затягивать так как презентация довольно таки большая и сегодня будет масса полезной информации для вас но как минимум я для вас раскрою тему что же такое нейросети с чем их едят да я так это называю от модборда до готовой визуализации мы сегодня с вами пройдемся так кто я многие из вас меня уже знают я махонина наталья эксперт в архитектуре дизайне я это смело говорю потому что свой первый дизайн-студию я открыла 2008 году сейчас у меня строительная компания мы строим малоэтажные дома по краснодарскому краю республики адыгей также проектируем эти дома и интерьеры своя студия архитектурно-дизайнерская член союза архитекторов и дизайнеров спикер на конференциях иногда да в основном это на вебинарах и конечно же теперь я эксперт по нейросетям тоже могу смело об этом сказать потому что я с прошлого года очень глубоко погрузилась не росси эти не могу сказать что изучила все что только можно потому что нейросетей массово становятся больше как и книг да которые мы просто не можем прочитать и сразу хочу сказать вот все не росей те те то что сейчас нам кажется их очень много это только начало с каждым года мы все будет больше 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 и будет увеличиваться просто с геометрической прогрессии неросети вам не нужно знать, и мне не нужно знать, и никому не нужно знать. Нужно использовать именно те только нейросети, которые вам нужны в вашей работе и в вашем инструменте. То есть сначала у вас должна быть задача, да, то есть должна быть какая-то, может, профессиональная деятельность, то есть должна быть задача, для чего вам нужны та или иная нейросеть. И потом вы уже ищете эту нейросеть под эту задачу, а не наоборот. Когда выбираете, увидели Reels, ура, Reels делает столько-столько-столько нейросетей, да, бежите, их изучаете, а чаще всего блогеры, которые выпускают эти Reels, с чем я вот сейчас очень прям сталкиваюсь, это боль, больская, да, когда бежишь, люди бегут, исследуют, а потом, говорят, разочаровываются в нейросетях, говорят, ой, какая-то шлаг, какую-то фигню выдает. Да, конечно, во-первых, вы не на профессиональном уровне погрузились, во-вторых, то, что блогеры показывают, это, ну, либо по каким-то реферальным ссылочкам какие-то нейросети, которые нужно продвинуть, они не всегда хорошие, не всегда там, как бы, качественные и так далее. Поэтому нужно четко понимать и знать, какие нейросети стоит использовать в вашей работе. Именно для этого я вам, как проводник в мир нейросетей, которые через себя проходят, как раз-таки тестируя эти нейросети, понимая, что, куда, какая годная нейросеть. Так как я уже давно работаю с ними, я могу сравнить, да, что, что на что, какая нейросеть необходима. Да, всем добрый вечер. Я вижу, сейчас присоединяйтесь. Я сама такая же, как вы все. Я захожу в вебинары только через 10 минут после начала, потому что думаю, ой, тут там вначале пока представится человек, пока там расскажет, пока поприветствует всех. Через 10 минут самое мясо и начнется. Поэтому я вам сейчас тоже рассказываю, что, что у нас, что такое нейросети и что с ними, так сказать, преамбулу, да. То есть я уже, уже, да, уже записала свои первые курсы по нейросетям. Я автор курсов по нейросетям. За прошлый год, благодаря искусственному интеллекту, я подняла свой чек в три раза и сделала их с 5 чистой прибыли. Ну и, как я сказала, ваш проводник в мир нейросетей. Давайте я вам сейчас расскажу как раз-таки на вступление, пока присоединяются, как свой чек благодаря нейросетям поднять в три раза. Приведу пример. Буквально недавно, да, тоже на созвоне с группой нейроэнтузиастом девушка одна тоже фотограф, даже не дизайнер, не иллюстратор, не какой-то маркетолог, фотограф. И она сказала, а я спокойно использую нейросети. То есть все раньше боялись, ой, будет, ну, как бы, фотосессия, да, через нейросети, фотографы лишатся своей работы. Ничего они не лишатся, благодаря нейросетям, вот вам кейс, да, девчонка подняла свой чек в три раза, даже не в два раза. То есть если раньше у нее фотосессия стоила там 10-12 рублей реальная, то сейчас... Сейчас я отключу колонки, а то будут. Вот. То сейчас фотосессия она сделала с нейросетями, сделала за 7 тысяч рублей. То есть благодаря тому, что она знает нейросети, у нее очень круто выросли, ну, красивые стали визуальные фотографии и так далее, да. То есть фотосессия с нейросетями стоит 7 тысяч рублей. Фотосессия ее личным выездом и в дальнейшем обработкой, да, там, то есть, возможно, с какими-то нейросетями и так далее, стоит теперь 20 тысяч рублей. То есть вы понимаете, как можно ценник сразу повысить. То есть ты повышаешь свои знания, ты сейчас начинаешь разбираться, у тебя работы очень сильно уже отличаются от конкурентов, соответственно, ты в этом тоже выигрываешь, соответственно, ты можешь спокойно ценник поднимать. И получается ту работу, за которую раньше она брала 10-12 тысяч рублей с выездами, сейчас она берет 20 тысяч рублей. А ту работу, которую можно сделать намного быстрее через нейросети, она ее делает, берет 7 тысяч рублей. Ну, плюс еще контент ведет красивый. То есть нейросети закрывают очень много потребностей. Но, повторюсь, с ними надо уметь работать. Надо уметь работать на профессиональном уровне. Вот это, конечно, более сейчас вот прям бич нашего времени. Сейчас я вам объясню, почему. Так, да, вот, как я говорю, все присоединяются. 18.05, 18.06. Всем привет-привет. Кто присоединяется? Как меня слышно? Видно? Все ли вам слышно? Потому что микрофон шумит, не шумит? Все бывает. У меня бывает микрофонов тут несколько, то с камеры, то отсюда, и что-то происходит. Потому что я вещаю не со студии, настраиваю все сама. Все замечательно. Супер, супер, супер. Давайте дальше. Для чего вы здесь и что хотите узнать? Вот прям для меня это очень важный вопрос. Потому что для того, чтобы понять ваш уровень, насколько вы уже используете нейросети в своей работе. Потому что я больше, чем уверена, 80% уже, ну, 100% слышали. И 80% каким-то образом пытались уже что-то делать. То есть генерить картинки с помощью кандидских шедевров, какие-то другие нейросети. Потому что кругом среди, как бы, блогеров, да, так сказать, рилсы, посты, там еще что-то. Кругом нас окружают эти нейросети, нейросети, нейросети с каждого, да, угла, с каждого утюга идут. Поэтому я уверена, что вы уже что-то пробовали. Не используйте. Да как же так не используйте? Надо уже, пора начинать. Добрый вечер. Пытались генерировать картинки и текст. Да-да. Супер. Пытались. Вот я о чем и говорю. То есть либо вы используете на профессиональном уровне, либо вы пытаетесь генерировать картинки и текст. С полной ноль, с чего начать, куда податься. Вот ко мне как раз-таки вы правильно пришли, правильно подались. Генерирую референсы для дизайнера. Огонь вообще. Так. Референсы это... Вот референсы, смотрите. Референсы это уже не любительский уровень, скажем так. Это уже начальный уровень. Это уже круто. То есть вы уже на правильном пути. Смотрите, ну, стандартная фраза, да, внедрение искусственного интеллекта – это уже не вопрос выбора, это требование времени. И много слышали, хотите разобраться. Дальше читаю. Архитектурно вуза использую GPT в работе, визуал в нейросети, пока просто балуетесь. Ага, ибо картинки с Пинтереста набили оскомину. Супер. Я вижу, что вы прям горите желанием изучить, что же такое нейросети, и прям действительно на хорошем уровне. По поводу GPT тоже с вами хочу поделиться. Вот давайте сейчас дойдем до этого GPT, потому что не все понимают, да, что такое GPT. А то сейчас начну рассказывать. Давайте потихонечку. Сегодня я вам хочу прям приподнять вам веки, да, раскрыть тему нейросети, что же это действительно такое. Это уже для меня не первый вебинар, поэтому кто был на моих вебинарах, знает эту прекрасную картиночку, да, когда вот это вот поднимите мне веки, потому что это действительно сегодня с вами это произойдет. Так, какие мы сегодня с вами будем вопросы раскрывать? Технические аспекты, понимание механизмов работы нейросетей. То есть я вам сегодня расскажу, какие бывают нейросети и как они работают. То есть это хотя бы, ну, старт для вас будет. Потом обязательно, конечно, подпишитесь на мой телеграм-канал, я вам дам в конце QR-код, и там у меня всегда есть ссылки на полезнейшие посты, которые я веду, да, то есть полезнейшие статьи, посты. То есть вот все-все-все, что такое там нейросети, все, что связано с нейросетями. Практическое применение. Сегодня с вами изучим нейросети и как эффективно интегрировать искусственный интеллект именно в ваш рабочий процесс. А конкретно я сегодня буду показывать рабочий процесс дизайнеров интерьера. Увеличение доходов и сокращение времени на проекты конкретной стратегии и кейсы, как это уже делают девчонки из предыдущих потоков. Будущее дизайна с искусственным интеллектом, как нейросети изменят профессию в долгосрочной перспективе, тоже об этом с вами поговорим. Ну и, конечно же, я сегодня расскажу вам про свой курс, который поможет вам реально начать работу в нейросетях. Это как раз-таки на тему, куда податься, где же все-таки взять, ну, истину и изучить. Ну и, конечно же, в конце вебинара, поэтому досидите, пожалуйста, до конца. Я вам дам обязательно топ, топчик нейросетей 2024 года и свой секретный бонус. Итак, давайте начнем. 18.10. Я думаю, что мы уже предоснову сделали. Все, кто хотел к нам, присоединились. Да, мы по поводу платных и бесплатных ИИ тоже с вами поговорим. Сейчас мы начинаем. Технические аспекты понимания механизмов работы нейросетей. Сегодня вам все расскажу без волшебной таблетки, потому что очень многие вот просто обещают и говорят, что это нейросети, искусственный интеллект, хотя на самом деле это бывает просто обычный алгоритм машинного обучения, который был и до этого. То есть впихивают название нейросети, искусственный интеллект, куда только можно. На самом деле не всегда есть именно так. Давайте, смотрите, у нас бывают нейросети разного вида. Есть нейросети, которые вообще помогают в медицине, в геноинженерии, да, то есть есть нейросети, которые работают там, с чем они там работают, с какими-то супер, какими-то данными. Даже нейросети, которые распознают лица, да, то есть вы приходите, вот я буквально недавно каталась на этих выходных в горах, на Бархизе, там нейросети, которые распознают, грубо говоря, лицо, да, то есть паскипасы, что второй раз ты не проехал. Соответственно, это тоже искусственный интеллект распознает, то есть это, ну, алгоритмы, да, такие заложены. Конкретно нам, как дизайнерам, нам, как, там, блогерам, экспертам, предпринимателям, да, да, то есть в наших бизнесах нейросети, которые создают, работают с медициной или правоохранительных органах, да, там тоже у них есть свой искусственный интеллект, который обрабатывает какие-то там базы информации, нам это не нужно. Нам нужны нейросети, так называемые генеративные нейросети, которые работают по запросу. Запрос для нейросетей называется промт, чтобы вы понимали. Вот вы задаете запрос нейросети, да, то есть напиши, нарисуй мне картинку красивую, и он вам что-то там рисует. Ну, вот это так утрировано, но это запрос, да, нарисуй мне картинку. Есть нейросети наши русские, которые работают на русском запросе промте, да, то есть это от Сбера, от Яндекса, там вы можете писать на русском. А есть нейросети, которые иностранные нейросети. Кстати, большинство нейросетей, к сожалению, только через VPN. Да, сложно, но я думаю, если разобраться, то можно. Опять-таки, это что касается, если вам это нужно на профессиональном уровне и работать постоянно. Есть, ну, дальше сейчас я окунусь, поподробнее расскажу. Вот, то есть все это генеративные нейросети, они работают по запросу. Так, сейчас, секундочку, мне говорят, соединение нестабильно. Как меня слышно-видно. Ой, я себя отключила. Друзья мои, все вам слышно, все вам видно. Почему-то, говорит, соединение нестабильно, хотя у меня выделен интернет. Все ок, все, спасибо. Я уже разволновалась. Сегодня просто, видимо, космические что-то, в общем, все как-то идет очень интересно, но мясо я вам сейчас даю, прям, ну, я это называю мясом, да, то есть прям очень-очень полезную информацию, что даже, видите, интернет, как говорится, не выдерживает. Итак, генеративные нейросети, запомнили, да, то есть вы можете прям уже прям рассказывать. Ну, я знаю, что есть генеративные нейросети, они работают по запросу. То есть на тему того, что заменит ли искусственный интеллект человека, никогда не заменит, потому что запрос и промт этому искусственному интеллекту задает человек. То есть нейросети, это, по сути, чтобы вы понимали, это система, да, ну, можно по-другому сказать, программы, но не программы, потому что программа устанавливается на компьютер. А искусственный интеллект, Это в основном браузерные версии нейросети. То есть это системы, которые работают по запросу. Ваша главная задача – правильно писать, научиться писать запрос этим нейросетям и правильно с ними общаться. И вторая задача – это понимать, какая нейросеть, на что способна. То есть ее сильные стороны. Все. И после этого вы уже сможете использовать нейросети на самом высоком уровне. Но опять-таки, prompt engineering, скажем так, это профессия будущего. То есть в будущем необходимо иметь навык работы с нейросетями и навык написания вот этих промтов. Это на самом деле не все так просто, и там не обойдешься. Напиши мне, нарисуй мне красивую картинку. Давайте с вами пробежимся, какие же все-таки бывают генеративные нейросети. Бывают они для генерации изображений. Можете сразу записать… А, ну мы сейчас дальше с вами пройдемся по русским нейросетям, английским и так далее. Сегодня как раз-таки мы будем рассматривать нейросети для генерации изображений. Это для нас, дизайнеров, они необходимы. Как раз-таки нейросети для генерации изображений помогают нам делать 3D-проекты. То есть это не 3D-визуализацию, а просто визуализацию, красивую картинку. Дальше. Есть языковые генерации, да, то есть есть нейросети и языковые модели так называемые. К ним относятся. Из наших русских сразу записывайте. Это Яндекс.Джипити. Называется «Алиса, давай придумаем». Наберете в браузере «Алиса, давай придумаем». И с ней можете пообщаться. Это как раз-таки на русском языке без VPN. Дальше у нас есть, все слышали, да, чат GPT, чат GPT в этом, в телеграм-канале чат GPT буквально. Сегодня присылает мне тоже мой знакомый. Говорит, я смотрю твои сторис. У тебя там ты ведешь нейросети, хочу с тобой поделиться. Вот смотри, есть, я нашел искусственный интеллект, который помогает вести. Короче, там они красиво очень офферы написали, что благодаря искусственному интеллекту он за вас напишет посты, сценарий к Рилсу, сценарий к Ютубу и так далее. Я говорю, ну, присылай, конечно, мне же интересно, что же такое новенькое там. Присылает мне. Я понимаю, что это очередной бот на чат GPT. Что такое чат GPT? Смотрите, официальная версия чат GPT работает только через VPN, стоит 20 долларов и выше. И она, вот когда заходится через OpenAI, да, все остальное, то, что без VPN, вы видите на Telegram канале, другие. Кстати, сегодня я вам дам тоже топ нейросетей, и в конце будет прям вот в этого туториала моего гайда, прям будет написано, я с вами делюсь сервисом. Ребята сделали целый сайт. Это не просто Telegram бот, целый сайт. И там прямо написано, что без VPN нейросети, это Ниджорни, OpenAI, чат GPT, да, и там какие-то другие. Чтобы вы понимали, эти нейросети, они подключаются через API. Вот есть открытый, да, ключ получается, и через API подключаются эти боты. В чем отличие? Для вас это круто в том, что вы можете, ну, как бы напрямую работать. И это обученные уже боты по своим алгоритмам, своими, скажем так, разработчиками, ну, не разработчиками, своими хозяевами, кто создал этот бот, он его обучил, этот бот, на базе чата GPT. Не знаю, понятно вам, непонятно объясняю, просто когда вы это начнете делать, вы это прям четко поймете, как это делать. Вот. В чем отличие? Почему не нужно? Я вот как бы как профессионал, я не буду использовать этих ботов. Да потому что я в этом чате GPT за 20 долларов, я могу сама создать себе всех, сколько хочешь, ботов. И самое главное преимущество, реальный чат GPT имеет выход в интернет. Вот эти все боты, они не имеют выхода в интернет, они не могут поиском пользоваться, то есть они чисто вот, ну, на чем обучение, на тем и пользуются. В реальном чате GPT, то есть я имею выход к интернету, могу создавать своих ботов. В общем, когда вы попробуете на профессиональном уровне, вы поймете, что это такое. Я надеюсь, чуть-чуть, вот, девчонки, ребята, кто не знает вообще, что это такое, я сейчас, наверное, я вас сильно грузанула, но поверьте мне, есть профессиональный уровень, есть непрофессиональный. Вот когда вы, если ко мне попадете, то вы это поймете, ну, прям я для вас раскрою страну, да, чудес, что же такое нейросети истины. Дальше вы можете себе записать, кто хочет изучить языковые модели, может быть, самостоятельно, может быть, потестировать. Есть клауд нейросеть, тоже работа через VPN. И есть, раньше называлось от Google, это Bart, сейчас это называется G-mini. То есть можете также написать и, как бы, поработать. Какие еще бывают генеративные нейросети? Сейчас нейросети даже создают видео, ну, вы знаете, да, аватаров, вот это все, кстати, я тоже, вот, буквально на этой неделе уже начну съемку, наконец-таки, своего аватара, чуть-чуть подосвободила себе времечко. Звук, нейросеть может записывать музыку и звук. То есть сейчас дошло до того, что вы можете через нейросеть, не зная нот, не зная музыкальных инструментов, ничего, к примеру, просто знать какую-то тематику музыки, для вас она напишет музыку, какую-то песню, поздравление, дню рождения любимого человека. Ну, к примеру, да, то есть это так, можно использовать как на побаловаться, можно использовать как профессионал. Меня и превратил в мужчину. Это как раз-таки относится к промтингу, да, правильному промту. Да, да, читаю все ваши, супер, я рада, что вы уже видите, используйте нейросети. Сейчас давайте, как я вам говорила, на тему того, что я вам сейчас расскажу про нейросети без волшебной таблетки, что они могут, а чего они не могут, да, то есть как правильно говорят, как неправильно, чертежи. Могут ли делать нейросети чертежи? Я не использую в своей работе нейросети, которые делают чертежку. Пока что у меня делают, ну, мои помощники, архитекторы делают вручную это. Но даже когда, если я сама сяду делать, есть программы, я вам сейчас скажу, есть нейросети, то есть вы ходите с айфона, айпада, можете углы вот так фотографировать, комнаты там заснять, в 3D все поднять. Но насколько это будет четко, и потом вам не настучат по голове рабочие, вдруг там где-то плюс-минус 10 сантиметров, да, я все-таки этим программам пока не доверяю. Ну, как эскиз можно применить, наверное. Опять-таки, чертежи, сейчас есть встроены уже плагины, и в архикад, и в другие тоже. Есть нейросети, которые помогают делать чертежи. В Revit тоже встроены. Не делают за вас, а помогают делать, оптимизируют. То есть нейросети для профессионалов. Как я говорю, то есть нейросети сейчас, каждая крутая программа сейчас себе в модуле будет обязательно встраивать нейросети, потому что они действительно облегчают работу профессионала, делают намного быстрее те же самые чертежи. То есть вы тратили неделю, сейчас будете тратить один-два дня. Это тем, кто занимается. Дальше. Если вы занимаетесь там 3D-визуализацией, сейчас 3D-визуализация выйдет на новый уровень. Вот то, что 3D-визуализаторы делали до этого, просто вам картиночки. Это уже спокойно справляется нейросеть делать картинки. Но минус. Она делает методом, скажем так, коллажирования. То есть вот у вас есть один ракурс, она сделает. А потом другой ракурс. Вам нужно либо собирать мудборд, либо там, ну, сцену ту же самую нужно будет повернуть, да, в 3D-максе собрать и сделать визуализацию. То есть она делает вот прям ракурсами. В нейросети нельзя поднять сейчас модель, она для вас не поднимает. Она только генерирует, ну, вот эти шумы, картинку. Вот, чтобы вы понимали. Но опять-таки визуализаторы, учитесь делать, иначе работа с нейросетями, иначе потеряете работу. Либо выходите на новый уровень нейросети. Я просто сейчас видела нейросети, визуализация. Сейчас видела, какие суперкрутые 3D-визуализации делают. Не картинки, это уже идет видео, да, то есть видео, ряд с такими вкусными. То есть вот сейчас либо вы будете работать в таком плане, в таком режиме, ну, либо просто обычные картинки уже нейросети потихонечку заменяет. Благо у нас это все не так широко распространено, а мы еще мало этим пользуемся, и только благодаря этому у нас еще визуализаторы сработаем. Так, платные консультации. Ну, не обязательно платные, просто консультации. Сейчас, сразу скажу, у меня параллельно тоже всегда я обучаюсь, обучаюсь, обучаюсь нейросетям, и сейчас я тоже сама на курсе, и как раз-таки по автоматизации бизнес-процессов мы создаем ботов, ботов, которые анализируют звонки менеджеров, анализируют, как они отвечают, то есть оптимизируют все. Ботов можно, которые ведет по продажам. Ну, в общем, много-много-много чего можно создать с помощью нейросетей. Это уже уровень, скажем так, ну, еще чуть-чуть повыше. Опять-таки, я не супер-гуру, но я считаю, что я уже как бы внедряю, очень хорошо знаю нейросети. Так, сайт. Ну, сайт спокойно можно делать с помощью нейросетей. Скажем так, дизайн сайта. Саму разработку мы все-таки пока что делаем вручную. Хотя можно также с помощью нейросетей прямо накинуть сайты, презентации и так далее. Маркетинг, конечно же, все маркетинговые рекламные посты, материалы, буклеты. Все это можно тоже делать с помощью нейросетей. Создание и монтаж видео, о чем я вам говорила. Есть и нарезка видео, есть и аватара можно создать. Оформление и ведение соцсетей и привлечение заказчиков. То есть это все делают сейчас нейросети. Нужно только разбираться, как они это делают. Да, чертежи делают с кучей ошибок, о чем я говорю. Сейчас лучше пока ручками, наверное, потому что проще сделать самому, нежели потом перепроверить. Дальше. Чего не делают, да, нейросети? Вот когда вам говорят, что 3D-картинку сейчас поднимет нейросеть, нет, пока 3D-картинку не делают. Ну, а есть нейросети, есть нейросети. Это тоже не в этом курсе, который сейчас будет, возможно, в будущем. Так и называется, 3D-модели делают. То есть вы можете взять, к примеру, микрофон, сделать облет этого микрофона, видео, и, соответственно, у вас появится уже 3D-модель. То есть из облака точек генерируется 3D-модель микрофона, ну, грубо говоря. Либо из картинки может нейросеть вытянуть 3D-модель, да, сделать логотип, допустим, какой-то объемный. Я думаю, вы эти нейросети слышали, видели. Опять-таки не хватайтесь за все изучать. Понимаете, что вам нужно. Если вам конкретно нужна вот эта вот нейросеть, то изучайте ее. Если не нужна, изучайте только те нейросети, которые вам нужны, которые сейчас в топе, которые действительно профессиональные нейросети. Каталог мебели. Да, нейросети сейчас и Амазон разрабатывает, и другие нейросети, которые буквально это будущее наше. Да, когда загрузили картинку, и нейросеть вам сама сделала подборку, что где можно купить. Огонь, огонь. То есть сейчас, если вы в Яндекс загружаете отдельно диван, и он вам показывает, где этот диван, да, на каких сайтах находится, там еще что-то, то есть, ну, по отдельной подборочке. А то вообще вы просто загружаете картинку в нейросеть, и она вам показывает, что где можно купить. Опять-таки, эти нейросети, вот я знаю, наш сайт разработчиков, ребята из Колково тоже пытаются это разработать, но у них это пока в таком сыром виде, то ли наши поставщики не идут на связь, не хотят нас спонсировать, кто их знает. Но точно знаю, что это уже есть, это уже внедрено в нейросетях, которые, скажем так, зарубежные. Вот на курсе их не будет, именно этих нейросетей, но если они нужны, я, конечно же, делюсь, обязательно поделюсь с вами, чтобы вы понимали, что нас ждет. Дальше красивая визуализация. Конечно, я уже сказала, что это делается, да. Ну, создание виртуального тура. Есть нейросеть, которая делает виртуальный тур. Скажем так, она еще делает, ну, в общем, что хочет, то и делает. Вот, и написал промто, и там нельзя повлиять. Там какой-то поставил на такой диван и поставил. Вот, то есть ты не можешь ни на геометрию комнаты, ни на что повлиять. То есть что в промте прописал, какую картинку получил, то и крутится. Но это возможно. Теперь самому важному, прям к самому важному, да. Современному дизайнеру просто необходимо знать нейросети, чтобы не отстать от коллег, которые уже используют этот инструмент в своей работе. И о чем я вам сказала, нужно использовать на профессиональном уровне, а не на любительском. Потому что когда, если, конечно же, вам просто нужно сделать пост, и вам просто нужно продвинуть свои соцсети, к примеру, если бы вы были не дизайнеры, да, а там, я даже не знаю, маркетологу, допустим, нужно знать языковые нейросети. Какой-то там, это-то, парикмахер. Парикмахер. Вот зачем ему в своей профессиональной работе нейросети профессионально использовать те же самые с изображением, да. Он каждый день не будет это делать. Соответственно, ему просто хочется, ну, красиво что-то сделать. Поэтому можно использовать любительские, бесплатные. Но если вы дизайнер, фотограф, иллюстратор, в общем, все, что связано с работой, где могут применяться нейросети, да даже маркетолог, но это не в эту сегодняшнюю тему, то есть в творческую профессию. Соответственно, вам нужно изучать нейросети уже на профессиональном уровне. Давайте пример сегодня приведу. Я люблю примеры приводить, потому что они мне каждый день сыпятся. Сегодня мне написала моя знакомая, классный эксперт, она выступает на телевидении, все, она по, не спикер, а оратор, спикер, да, то есть она ведущая. Вот вспомнила слово ведущая. В передаче ведет на радио и так далее. Вот, она мне присылает, говорит, я хочу сделать вот такую-то вот картинку. И нарисовала мне лестницу, сцену, там, видение, то есть к ее супер какому-то курсу. И она говорит, вот какая-то девочка, ну, какая-то, говорит, моя знакомая девочка, вот она тоже разбирается в нейросетях, и она мне нарисовала картинку эту с помощью нейросетей, но что-то не то, что я хотела. То есть там какая-то сцена, цветная, в общем, не то, что я хотела. Говорит, а я хочу вот так. Наташа, вот ты как бы эксперт, посоветуй мне, к кому мне лучше обратиться, к иллюстратору либо к человеку, который работает по нейросетям. Как вы думаете, что я ей посоветовала? Я ей попробовала объяснить просто на пальцах. Говорю, смотри, Юль, есть люди, которые работают просто в нейросетях. Это любители. Они услышали кандинский, что-то там сделали в промпте и нарисовали, сделали. Что-то сделали это. И говорю, тебе нужно обращаться к иллюстратору, который работает с нейросетями. Вот это, говорю, будет бомба. Потому что, говорю, если ты просто к иллюстратору обратишься, ну, тебя что-то иллюстратор нарисует. Возможно, это будет даже, ну, дороже, нежели ты обратишься к иллюстратору, который работает через нейросети. Она нарисует через нейросети, сгенерирует и сделает небольшие правочки. И это будет быстрее для нее. Соответственно, это будет, скорее всего, дешевле для тебя. Ну, и на самом деле будет намного красивее. Как вам мой пример? Вот скажите, это вот сегодня пример, сегодня моя такая мини-консультация, то, что мне пришло. Попытаюсь объяснить, что же такое профессионал, что такое любитель. То есть если вы дизайнеры, вы должны дизайнеры быть, которые умеют работать с нейросетями. То есть вот думать, ага, здесь я могу применить нейросети, а здесь вот мне не нужно их применять. То есть вот это нужно. Так, я на связи еще. Жду ваших ответов и побежим дальше. Да, это боль. Где найти иллюстратора, который работает с нейросетями? Не поверите мне, в директ сыпется сообщение, дайте нам дизайнера, который работает с нейросетями. Да, то есть, ну, опять-таки, я же говорю, что у меня есть, у нас вот сейчас комьюнити образовывается, нейроэнтузиастов, всех людей, которые прошли мой курс. И там вот я выкладываю вакансии. И туда вот как раз-таки перекидываю, да, то, что требуется дизайнер по работе с нейросетями. Вот сейчас буквально тоже недавно ко мне зашел еще один заказ, который будет через нейросети делаться. То есть тот же самый вопрос наши клиенты иногда задают. Они тоже услышали нейросети, им хочется дизайнера, который работает с нейросетями. Вот это наше будущее, имейте в виду. Да, давайте теперь к полезной информации. Все полезное я вам даю, но это тоже польза. Можете прямо записывать для сравнения. Смотрите, потому что, чтобы вы понимали, к 8 марта по одному и тому же промпту я сделала картинки и поздравила всех. Это у нас шедевры от Сбербанка. Есть эта левая картиночка, есть Кандинский, это справа. Можете прямо себе записывать. Шедевры – это приложение на телефоне, Кандинский – это бот в Телеграме. То есть у них даже своих сайтов нет, чтобы вы понимали. Вот такого плана они делают картинки. Классно? Классно. Для бесплатного – супер. Почему не делать себе такое периодически в ленту, возможно, в сторис куда-то, то есть разнообразить контекст. Это классно. Но если вы хотите сделать проект и показать клиенту, тут уже вот эти нейросети не справятся. Давайте дальше. То есть, ну, опять-таки, на бесплатно вы сегодня прям даже можете зайти. Там ни VPN, ничего не требуется. Дальше есть нейросеть Леонардо и еще нейросеть посложнее – Stable Diffusion. Эти нейросети уже не такие простые, они сложные. Там запрос на английском должен быть, но выдают результат достаточно хороший. Леонардо, он условно платный. Скажем так, дает 150 кредитов. Это где-то 18-19 генераций на день. Тоже достаточно для бесплатного, чего-то хорошего уровня, да, то есть не профессионального, но для такого, скажем так, для контент-мейкера. Замечательная нейросеть. Единственный минус – это Леонардо и Stable Diffusion. Они заточены под гейм-индустрию, скажем так, да, то есть они прям хорошо, классно делают персонажей. Появилась новая нейросеть буквально вот в этом году от Google. Называется Ideagram. У нее свои какие-то алгоритмы, чудесные изображения. Попробуйте, наберите Ideagram и попробуйте. Сайт у нее, кстати, очень похож на MidJourney, браузерная версия. Ну, очень классно. Мне очень нравится. Специфическая, бесплатная, на поиграться. Не на поиграться, а приобрести навык и понять, что это такое. Замечательно. Но вот если вы хотите работать на профессиональном уровне, вот вам пример MidJourney. То есть почему все специалисты, действительно специалисты, которые работают с нейросетями, вы услышали на слуху MidJourney. Ну, потому что MidJourney – это топчик. И то, что сейчас они выпускают в шестой версии, это что-то с чем-то. Сейчас в шестой версии, вот буквально на той неделе выпустилась новинка, теперь мы можем делать одинаковых персонажей. Фотосессию в MidJourney. То есть раньше этого не было. Чтобы сделать фотосессию, вам нужно было использовать определенного бота, который накладывает ваше лицо на какого-то персонажа. А теперь действительно можно делать фотосессию в MidJourney. Это просто круто. Настолько эта нейросеть обучена. Просто она действительно топчик. И ее нужно изучать. И когда мне приходят и говорят, ой, да сейчас не стоит эти нейросети. Изучать то, что сейчас есть, выйдут новые через три месяца. И я вот слышала, там сейчас какая-то нейросеть выйдет, и она прям всех порвет, дизайн индустрии, а вот старое нам не нужно будет. Вот поверьте мне, вот которые нейросети, я вам сейчас говорю, вот это вот MidJourney, это 100%, там, чат, GPT и так далее. В ближайшее время это будут топчики, потому что туда вложены миллиарды, ну, не миллиарды, триллиарды уже, да, триллионы долларов. Они там каждый день сидит, вот вы зайдете, если вы увидите, что в моменте сидит по два с половиной миллиона человек. В моменте. Представляете, какие это обороты. Поэтому сказать так, что ой, она уйдет на задний план, такого не произойдет. Конечно, и с ней конкурирует другими нейросетями, ну, очень сложно. И она обучается из-за этого намного быстрее. Так, давайте дальше. Как я вам информацию даю? Ой, зависла? Друзья, друзья мои, зависла или не зависла? По поводу курса я вам в конце давайте расскажу. Я прямо сейчас вам хочу суперполезную информацию дать. Я всегда даю свои вебинары, знаете, не продажу курса, не столько продажу курса, сколько действительно полезную информацию, чтобы вы начали разбираться, что же такое нейросети. Ура, супер. Кому интересно, кто действительно захочет глубже и попасть ко мне на курс, оставайтесь до конца. Я там буквально несколько минут расскажу про свой курс. Это для кого интересно. Вот, как раз-таки по миджорне показываю. У себя в Телеграм-канале я анонсировала, показывала, как мы с дочкой книжку писали. Это тоже веселая история. У меня дочка в первый класс ходит, и она приходит, ну, тяжело ее научить, как заставить выходные сесть почитать. Ну, не хочет она. Я говорю, доченька, давай с тобой сделаем, книжку напишем по твоей истории. Она мне рассказывает историю про трех котят, как они туда пошли сюда. Я это все закидываю в GPT-чат. Он мне, расписываем с ним по главам книжку, и дальше я иду в миджорне генерить картинки по абзацам. Получилось супер. Но это было месяц назад, и там были картинки, ну, котенок то мог быть белым, то потом розовым, то еще каким-то, то глазки там другие. То есть, ну, нейросеть не сохраняла персонажа. С той недели нейросеть начала сохранять персонажа. Вот, почитайте обязательно мой пост. Я сделала на Яндекс.Дзене тоже ссылочку в конце дам на свой Телеграм-канал, там это все будет. Как это можно использовать в миджорне. То есть, это просто пушка-бомба. Вы представляете, можно теперь книжки делать с сохранением персонажа. Можно мультики адресовывать с сохранением персонажа. Ну, и фотосессии делать тоже. То есть, я сейчас еще видео в миджорне начнет делать, и вообще тогда не будет цены. Так, потихонечку пришли уже к курсу. Я думала, у меня дальше по презентации. Да, мы обязательно сейчас дойдем. Я сейчас пока немножко разогреваюсь, 30 минут. У нас вебинар будет примерно полтора часа. Дольше вас задерживать не буду. На вопросики потом поотвечаю. Про нейросети для дизайнеров курс. Сегодня старт продаж, открытие заявок. Курс, где я вас научу делать суперфантастические, фотореалистические, красивые изображения. Давайте сейчас я вам расскажу, что хотят дизайнеры. Сейчас быстренько. Та-дам. Буквально, как всегда, мы перед тем, как создать что-то для вас классное, да, ну, я думаю, вы тоже для своих клиентов, когда создаете, вы пытаетесь понять, а что же для них нужно. И вот я попросила заполнить анкету. Для чего вам этот курс, чтобы понять действительно для чего и сможет ли мой курс закрыть эти потребности, да. То есть вот мне пишут, первая цель, которую я хочу достичь, научиться с помощью искусственного интеллекта создавать впечатляющую визуализацию. Вот кто себя узнает среди этих, да. Вторая цель, то есть это все мы сможем сделать на курсе. Вторая цель состоит в том, чтобы научиться использовать искусственный интеллект для создания инновационных, уникальных дизайнерских решений. Ну, тут надо уже подумать, какие имеются в виду, да, уникальные дизайнерские решения, потому что насколько у вас креативность и творчество развито. Даже есть пример, кстати, кейса на конкурсе. Забыла ученицу. На конкурсе свою работу она выставила. Потрясающая работа. Можно за нее, кстати, проголосовать. С помощью и сделана какая-то такая футуристичная архитектура. Ну, супер, классно. Короче, можно даже участвовать в конкурсах с помощью искусственного интеллекта и генерить картинки. То есть каждый свою креативность применяет по-своему, кто на что гораздо. Третья цель заключается в улучшении работы над проектами за счет эффективного использования искусственного интеллекта. Это тоже обязательно вас научу. Хочу научиться автоматизировать рутинные задачи, что позволяет мне сократить время и повысить качество. Четвертая цель заключается в привлечении и увеличении клиентской базы. Это не на этом курсе будет. Это вот как раз таки, что касается языковых моделей. Это не с точки зрения картинок. Давайте дальше пойдем. Кто узнал себя? Вы пишите мне, кто узнает себя. Прямо это очень важно, потому что мы сейчас с вами создаем. Мне нужно понять, эти ли вопросы вас тоже волнуют. Такие же намеревания. То есть зачем вы здесь? Дальше. Здравствуйте, пишут. Я доцент, кандидат нау по архитектуре ташкентского. Кстати, если вы здесь, можете тоже себя отметить, что это вы мне писали. Архитектурно-строительного университета. В общем, вот и такие люди у нас тоже есть. Снова работаю на кафедре дизайна. Меня сейчас очень интересуют нейросети в дизайне архитектуры и промышленном дизайне. В декабре проходила большой курс сетям. Курс был общий обо всех нейросетях. Также курс по чат-жипетии отдельно также проходила. Цель на ваш курс – научиться точечно использовать нейросети, о чем я говорю, да, то есть мы берем нейросеть под конкретную задачу для дизайна интерьера, архитектуры и ландшафта. Также использовать эти знания для открытия новых предметов на кафедре и быть ведущим специалистом в этой области. То есть вот такие специалисты приходят. Ура, Елена Барсакова, супер здесь. Я рада, что зачитывают, видите, ваши, это называется в словах КАСДЭВ, да, то есть анкеты, опросники, самые интересные, что мне понравилось среди тех, кто мне ответил. Пишите, кто себя узнал, да, кому-то нужна просто скорость, быстро показывать 3D-проекты и нравится идея с аватаром. Не люблю фотосессии, это утомительно. Это тоже на нейросетях. А кто-то мне наоборот писал, что, ой, мне не нравятся аватары, мне, пожалуйста, только интерьеры. Вот мне не нужны ваши аватары. То есть каждый для себя выбирает, что ему нужно. Так. Итак, практическое. Мы сейчас ко второй части нашего вебинара переходим. Практическое применение нейросетей, как эффективно интегрировать искусственный интеллект в рабочий процесс, что могут нейросети по дизайну. Это вот кто спрашивал, покажите примеры интерьеров. Сейчас будут. Прямо сейчас очень мощные будут примеры. Так, мы можем сделать с вами текст, вообще, что могут нейросети, да, сейчас я вам буду рассказывать. Мы можем сделать с вами текст по изображению. Можем сделать с вами генератор пространства, так называемое. Это когда мы берем скетч. У вас, к примеру, создана модель в архикаде. У вас создана модель, там, ну, нарисована от руки. Вы подняли в объеме в 3D Max, в серо-белом, и вы можете закинуть в нейросеть, и она вам создаст 3D-визуализацию. Очень классно. Дальше. Вы можете редактировать и заполнять объекты. То есть это называется генеративная заливочка, то есть когда вы меняете внутри сцены уже какой-то элемент. Это тоже есть определенные нейросети, которые это делают. Дальше. Есть нейросети, которые делают апске, улучшение картинки. Есть нейросети, которые расширяют обзор, да. Есть, которые удаляют предметы с картинок. Вот вы не представляете, в том году для меня это было что-то с чем-то. Ура! Наконец-таки супер удаляют предмет из картинок. Сейчас это уже что-то такое уже как и должно быть. Я даже не представляю, как без этого я раньше жила, когда пятая ножка у дивана, нужно ее удалить. Ну, я так утрирована, да, лишь вот здесь какая-то фотография, нужно что-то почистить, что-то переделать. То есть есть такие нейросети. Вот пример для вас, как из мудборда, можно делать мудборд, создается 3D-визуализация. Или как из развертки стены, соответственно, создается такая объемная картинка. Я ее даже вот, наверное, неправильно назвать 3D-визуализация. Объемная картинка, но я ее буду называть 3D-визуализацией. На самом деле, имейте в виду, это не из 3D-макса поднимается, а 3D-визуализация, потому что она 3D-шная, такая, как будто объемненькая. Вот пример из Архикада. Неросеть делает такую объемную картинку, 3D-визуализацию. Сейчас я вам видео хочу показать. Здесь у меня пошли видео демонстрации экрана. Так, слышно, видно? Сейчас буду видео вам загружать. Так, окошко. Весь экран. Секундочку, друзья мои. Тут все подготовила. Так, 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 так. Так. Я не зависла, все меня видно, слышно, все, делюсь с вами экраном. Так, друзья, виден экран. Жду. Да, ура, все, тогда показываю. Смотрите. Прям показываю на все. Вот видите, что могут нейросети. То есть мы берем картиночку просто из домика и можем пропустить через промт, через задачу, через описание, да, и нам дает, получается, скажем так, 3D-визуализацию. Раньше у меня за 3D-визуализацию, чтобы сделать за картинку, визуализаторы брали, ну, по-наглому, да, от 5 тысяч, есть даже, которые доходили до 15 тысяч за ракурс. А на самом деле, что мне нужно? Мне нужно просто показать клиенту не вот в таком виде от архитекторов, да, а нужно показать вот в таком виде, чтобы повкуснее было картинки. И только за это клиенту приходилось переплачивать. Конечно же, сейчас либо визуализаторам нужно делать что-то, видеообзор или еще что-то, да, за эти деньги, либо изучать нейросети и делать быстрее и дешевле. В общем, нейросети очень сильно изменили подход и мир. Так, дальше давайте вам покажу, что у меня тут есть дальше. Так, 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 так. Что делают еще нейросети? Они меняют, вот видите, да, нейросети могут изменить задний фон. То есть, если у вас какая-то мебель есть, не обязательно мебель, даже предметная съемка, карточки товаров на Marketplace и так далее, да, то есть мы можем просто делать фотографии вашего предмета. Не обязательно делать фотографию, вы можете ее сгенерить в Миджорни. Классный диван, классную какую-то концепцию и, соответственно, задний фон, разные, можно поделать разные задние фоны для этого предмета. Скажем так, круто, круто. Дальше давайте покажу это с точки зрения, что могут нейросети. Так, нейросети еще могут делать, скажем так, эскизы в реальном времени, да, то есть мы можем сейчас буквально рисовать, приходить к клиенту, рисовать и сразу нам нейросети меняют. Все. Сейчас здесь по-быстренькому передвину. Вот видите, волосики можно дорисовывать, детальки. Вот таким макаром можно быстро-быстро работать. Классно, классно. Так, сейчас к вам вернусь. Не видите? Так. Секунду, друзья мои, сейчас еще раз покажу. Сейчас, мои хорошие, сейчас. Так. Плохо, что не видите. А сейчас я попробую, знаете, файлами загрузить. А если файлами? А если вот так? Я сейчас буду по видео по одному загружать. Видно? Ура! Все. Хорошо, что вы мне сказали. А то, видите, когда экран открыла на все, я не видела вашей задачи. Это я рассказывала вам про архитектуру. Архитекторы, то, что, да, сейчас делают, вы можете спокойно закидывать. Да не только архитектуру, можете интерьер закидывать, нейросеть, описывать, и вам будет выдаваться картинка. Опять-таки, нужно иметь навык, нужно уметь работать с нейросетью, нужно понимать, какая нейросеть, что делает, в каких связках работает и так далее, чтобы получать хороший, качественный результат. Сейчас я вам еще покажу. Так, создать, загрузить с компьютером. Согружаем. Чуть-чуть надо подождать. Буквально. Минутку. Так. Какие потрясающие эффекты можно создавать в нейросети? Можно рисовать в режиме реального времени. Когда я показывала, что нейросеть может... Так. Идет? Не идет видео? Идет. Когда нейросеть может рисовать в режиме реального времени, это конкретно я рисовала на планшетке, пример, генерите девочку и можете с помощью нейросети уже там ей волосы докрашивать, рубашечку менять, что-то там доделать. Ну, вот пример с пейзажем, с картинкой. А сейчас это же я вам покажу на примере интерьера. Представляете, как круто? Вот, когда вы приходите к клиенту... Сейчас, 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 где ее у меня, вот она. Когда вы приходите к заказчику, это что-то невероятное. Неросеть, которая позволяет рисовать в режиме реального времени. И начинаете... Ну, опять-таки, очень крутые инсультики. Теперь вы можете, придя навстречу заказчику, сразу ему в режиме реального времени сделать набросок, показать, что у вас идет. Это, это, это стоять. Если у вас есть с собой набор, к примеру, каких-то коллажей, вы можете посмотреть на фотографии, там, диван, сливочки, все перетаскивать, представляете, да, вот, показываете калаш, виталий Заронико, ждали примерные, ну, скажем так, диваны, набор диван, набор люстр, набор еще чего-то. То есть, к определенному стилю, что он хочет, да, по его ТЗ. И ходите на встречу и говорите, вот, смотрите, я вам предлагаю такой вот диван, как здесь, смотрите, шторы, люстры. И буквально на его глазах, на планшетке, собирать этот коллаж. И параллельно вот он собирается, то есть, прям в 3D отображается. И у клиента, конечно, вау-эффекты, он видит, насколько вы профессионал. А звук я не могу отключить, к сожалению. Тогда я буду молчать, пока звук идет. Хорошо, что сказали. Создавать, закрутить с компьютера. И вот это, не рассеять еще. Окей, друзья, тогда я буду молчать. Смотрите, будет в записи, если что, видео. Кому не видно, я вам эти видео могу скинуть потом. Да нет, они не обесценивают. Вы когда набрасываете, как эскиз, для них это тоже очень ценно. Ничего не говорите. Все, молчу. Все. Здесь можно менять задний фон, как я вам и говорила. Так. Просто я у себя звук не слышу с видео, чтобы вы понимали. Что у нас еще? Ну, есть еще классная, классная нейросеть. Вот эту сейчас покажу вам. Я думаю, это она. Так. Ага, все. Давайте с вами продолжим. Ну все. В общем, я вам так примерно показала, на что способны нейросети, которыми я обучаю на курсе. То есть это не только Меджорни, это еще дополнительные несколько нейросетей. Итак, мое видение, вообще будущее дизайна с искусственным интеллектом, да, как нейросети изменят профессию в долгосрочной перспективе. Меньше всего времени, вы будете тратить меньше времени на рутинные задачи, на чертежку и сам бумажный процесс. То есть это ожидайте буквально в ближайшие 2-3 года. Это круто, это классно. То есть вы больше будете тратить времени на творчество, на поиск каких-то креативных идей, вещей. И в конце концов, самое важное, на встречи и на больше проведения времени с заказчиком. Заказчики это очень ценят и как раз-таки нейросети, они не заменят людей. То есть вы будете больше коммуницировать с вашими заказчиками, а не сидеть над чертежкой. И это будет очень ценно. Посещение выставок и развитие. Как правильно задавать фронт? Это вопрос не 5 минут консультации, это посвящен весь курс и я до сих пор учусь вот год спустя, полтора года спустя, я учусь создавать фронты. Каждый день я учусь фронт инжинирингу. Как правильно задавать фронт? Разным нейросетям, с разными нейросетями как работать. Это не так просто. Дальше. Что я вижу из будущего? Сократятся расходы на команду. У меня они сократились в разы, просто в разы. Плюс я сейчас все бизнес-процессы также автоматизировать хочу, чтобы прям вообще не тратиться на команду, а вот прям у меня все автоматически шло. Ну, по минимуму, да, мои помощники, которые обладают знанием в нейросетях, могли контролировать больше процессов. И опять-таки, я беру только тех, кто владеет нейросетями, уже к себе. А как использовать вы нейросети в своей работе или все еще сопротивляетесь новым технологиям? Почему здесь этот слайд? Потому что вот если вы еще до сих пор не используете нейросети, вы похожи на меня в том году, в марте месяце. Когда вышел этот миджорни, я думаю, зачем мне нужны эти нейросети? Я сама, сами с усами, да, то есть я сама, шибко умная, я все могу, мне эти ваши нейросети не нужны. Они делают какую-то фигню, я делаю лучше. То есть мы как бы, ну, отрицаем пока все, что новое для нас сложное. Вот все, что новое для нас сложное. Запомните эту фразу, это прям действительно очень крутая фраза. Все, что новое для нас сложное, соответственно, мы сразу начинаем отрицать. Потом, когда это, мы видим, как используют нейросети и получаются классные работы, да, то есть какие крутые штуки делают наши конкуренты уже, мы начинаем уже, ну, скажем так, использовать какие-то, испытывать какие-то эмоции, да, что мне сложно, я не хочу разбираться, я хочу остаться в предыдущем своем комфортном состоянии, я вот специалист 3D Maxi, я вот как бы и хочу здесь оставаться. Мне это очень сложно разбираться. То есть это, как бы через это тоже нужно пройти вот этот процесс отрицания, чтобы вы видели себя. Кстати, все картинки сгенерированы в нейросети Миджорни, то есть с эмоциями и так далее. Дальше идет процесс торга. Вот у каждого из вас, я думаю, вы сейчас, кто-то себя на каждой стадии узнает. Торг-процесс, ну, может есть курсик какой-то, да, простой, где на человеческом объясняют. Хочется побыстрее что-то изучить, там, какие-то нейросети попробовать, да, то есть, ну, начинаешь поиск, торговаться, а где попроще, где побыстрее и так далее. Потом начинается депрессия. Начинается депрессия, я никогда это не пойму, когда начинаешь погружаться, все, что новое для нас, сложное. Ты знаешь, когда встала первый раз на сноуборд, я буквально, ну, просто падала, да, вот, далеко ходить не надо, я дочку обучала на этих выходных, в субботу мы ее поставили на лыжи, она в субботу проревела, пару раз упала, я не буду кататься, и все, в воскресенье она опять попросилась на лыжи, видя, как мы круто катаемся, это как раз-таки вот эти все стадии, да, она встала второй раз на лыжи, что вы хотите, она поехала, она поехала, ну, не как профессионал, но поехала, и ей это понравилось, она уже меньше стала падать. Короче, она уже перешла в стадию из депрессии, в стадию принятия, ну, фиг с тобой, да, что там есть, какие нейросети, давайте изучать, то есть ты уже принимаешь этот мир, что, ну, так и будет, по-другому уже не будет, назад не будет, как бы нам не блокировали VPN и не запрещали нам нейросети, Сбербанк пытается свои там продвинуть и так далее, то есть по-другому не будет, это наше будущее. По поводу визуализаторов, профессия сойдет с рельсов. Я считаю, что сама профессия не сойдет, визуализаторам нужно будет работать, научиться по-другому, либо 3D Max сейчас у себя внедрит искусственный интеллект, и визуализаторам нужно будет изучать этот искусственный интеллект, и будут намного круче визы, вот просто отвал башки визы, да, они с какими-нибудь видеооблетами будут, или еще что-то, либо визуализаторам надо уже переходить на другой уровень, изучать нейросети, либо еще делать круче визуализации, тогда они останутся с работой. Профессия визуализатор не уйдет, потому что кому-то же нужно делать эти крутые картинки, видео и так далее. Это как я вам сегодня рассказывала по поводу, вот пришла ко мне клиентка, да, и она говорит, мне кто нужен, человек, который знает нейросети, или иллюстратор? Я говорю, иллюстратор, который знает нейросети, то же самое, визуализатор, который знает нейросети, вот, то есть профессия-то не уйдет, они просто перестроятся, научатся, выучатся, пройдут курсы очередные. Давайте с вами пообщаемся на тему, какие используете нейросети вы в своей работе, и ваши основные ошибки. Кто уже использует, напишите, а я потихонечку тут поразбираю, а потом поотвечаю. Чаще всего бывает, запустил искусственный интеллект один раз и ожидал, что он сразу все сделает идеально. Результаты не такие, как я хотела, закрываем ноутбук, расходимся, не революция на этом закончена. Ха-ха, посмеялись, да? Дальше. Второе. Не изучаем правила эффективного промптинга. Ну, это из разряда, а как правильно писать промпты? Все думают, ой, я сейчас быстренько напишу. Нужно каждый день приобретать этот навык, как с английским языком, то есть вы учитесь, учитесь, учитесь. Создаете свои огромные PDF-файлы с этими словами, с этими промптами, что на что влияет, чтобы получать классные результаты, а не абы что. Почему искусственный интеллект, да, меня не понимает, выдают какую-то фигню? Тоже из, я уже не помню, где, то ли у меня, то ли у какого-то блогера тоже сделала, реализирование нейросетей, пока говорит, что они очень сильно не попадают в нужный образ и делают много ошибок, пятиножный стул и все такое. Это говорит только о том, что человек когда-то в раннем возрасте своем, ну, типа в прошлом году попробовал нейросети, когда они были сырые, либо сейчас использовал нейросеть, там, от какого-нибудь блогера или еще от кого-то, да, какую-то сырую нейросеть, которая действительно делает пятиножный стул, либо сделал промпт неправильный и ему что-то выдало, и он разочаровался в нейросетях и говорит, ой, какие-то нейросети не такие. Да нет, посмотрите, какие профессиональные работы делают уже профессионалы в своей области, используя искусственный интеллект. Так, давайте поотвечаю. Ой, не бойтесь, не бойтесь, используйте. Смотрите, третья ошибка, вот не допускайте ее, пожалуйста, когда люди берут искусственный интеллект из какой-то подборки простой нейронок. Я, как уже сказала, каждый день выходит множество нейросетей искусственного интеллекта как книг, и нам в жизни не хватит их всех изучить, их все будет больше и больше и больше и больше. Всего невозможно знать. Вы конкретно должны знать, вот у меня есть область, хочу делать из такой-то картинки такую-то картинку, или там хочу автоматизировать, создать чат-бота, или там хочу автоматизировать там, ну, телеграм-канал или заявки. То есть вам нужно понимать, какая есть задача, и попробовать найти нейросеть под эту задачу. Сегодня вот я вам показала, что могут нейросети и куда вы уже можете применить. И как раз-таки вот эти нейросети вам нужно изучать хорошо на профессиональном уровне, но ни в коем случае не изучать вот эти 100 нейронок. Иначе вы просто сольете свое время, а время – это сейчас самый ценный ресурс. Так, дальше. Ну, это, я думаю, не про вас, да, когда нет времени на новое обучение, но самая главная, самая главная ошибка, когда человек сам пытается что-то изучать, вот творится, вот ходить вот на вебинары, смотреть ютубчик, но при этом он не находится в комьюнити. Вот сейчас тренд 2024, 2025, 2026 года – это не, чтобы вы понимали, не информация, информации вот так сейчас. Ее вот просто любого канала можно достать, самому все изучить. Тренд сейчас на комьюнити. Комьюнити – там, где вы можете быстро достать нужную вам информацию, обратиться, вот как сейчас в чате, да, вы написали, интересно, захватывающе. Ирина сразу пишет, Елена, вы давно используете, то есть образовалась коммуникация, и тут же Елена может поделиться своей информацией, а какие она уже нейросети использовала, а какой результат получила. То есть комьюнити именно дает быстрый рост, чтобы вы понимали. Именно на это я нацелилась сейчас. У меня не столько курс, сколько задача и идея, да, большая идея моего проекта – создать комьюнити нейродизайнеров, не только нейродизайнеров, нейроэнтузиастов, там, где мы все будем делиться своими знаниями. И благодаря этому мы будем, блин, очень мощно расти, вот поверьте мне. Так, дальше. Увеличение доходов. Это уже наш какой-то четвертый пункт, по-моему. Увеличение доходов, сокращение времени на проекты. Конкретные стратегии и кейсы сейчас с вами разработаем. Мой любимый Миджорни. Так, сейчас пока быстренько отвечу, чтобы далеко не ушли, да. Валерия Мироненко. С какой в итоге лучше всего сейчас работать, какую лучше всего сейчас изучать? Вот смотрите, я вам сейчас рассказываю про Миджорни. Начните с нее, а еще лучше я вас приглашаю на свой курс, на который сегодня открыта запись. Это ваше будет лучшее решение, лучшее вложение, сразу говорю. Если у вас возникнут какие-то сомнения, в любом случае хотя бы начните с Миджорни. Опыт расскажу свой по поводу вот этих платных нейросетей. Я тоже начинала с бесплатных, что-то там сама училась. Потом что я сделала? Я начала изучать, смотреть, что делают профессионалы в каких нейросетях. Их оплатила, нашла способ, оплатила. У меня опять фигня какая-то получается. Ну, потому что самому сложно, без комьюнити, без поддержки, по каким-то там таким, ну, курсам бесплатным, где-то чего-то надыбало информацию. Фигня получается. Только по 30 долларов я сливала на этот Миджорни. И только после первого курса, после второго, то есть после шести, после нескольких школ я действительно поняла, что вау, у меня есть информация, я даже могу с вами ей делиться, у меня получаются крутые работы. Ну, дальше я уже, конечно, начала через комьюнити изучать другие нейросети, которые помогают дизайнерам в том числе. Планшет не нужен на курсе, вам достаточно компьютера. Планшет – это как помощь для такого прям вау-эффекта. Так, вот дальше. Нет, мне такие дизайнеры нужны. Да, не знаю про что. Давайте дальше пойдем. Реальные кейсы монетизации через нейросети. Миджорни. Буду показать вам на выпускниках моего курса, что уже сделали девчонки и ребята. Нейросети для дизайнеров. Я вас, о чем я говорила, приглашаю, да, на курс. Открывается запись сегодня, где вы поймете, в чем вы уникальны, и, наконец-таки, перестанете быть чей-то копией очередным экспертом. И станете неповторимым оригиналом. Просто через нейросети действительно вы сможете быстренько все делать, найти свой стиль, а не как брать с Пинтереста какие-то картиночки и их копировать. Пример. Как используют Миджорни. Кто у нас там использует? Архитекторы масс. Это я уже не помню, где я взяла. Тоже, по-моему, в Инстаграме, да. У нас ребята с мировой известностью делают вот такие проекты через Миджорни. Опять-таки, скажу, Миджорни не дает возможность покрутить. Но почему мы не можем использовать помещение как бы, ну, прямо, да, как коллажи? Это вполне достаточно для концепции, для дизайна. Это что касается только Миджорни. Другие нейросети делают контролируемую генерацию, там мы можем и покрутить. Касаемо эффективного промптинга, здесь вот есть отзывы, да, то есть давайте буквально зачитаю, это одна минутка. Благодаря этому курсу у меня открылось второе дыхание, появилось стимул творить, не могла оторваться от процесса создания картинок, после первого урока не могла уснуть от появляющихся в голове новых идей, возможностей, появилось приятное ощущение, что ты идешь в ногу со временем. Это был только первый урок, чтобы вы понимали, да, что можно творить и делать на первом уроке. Дальше я обучаю, конечно, без этого не обойтись, хоть многие говорят, зачем мне эти аватары, они мне не нужны, и мне только чистые интерьеры нужны, но все возможности, я вот прям, когда беру нейросети, я показываю ее все возможности, то есть обязательно покажу, как можно создать красивых аватаров, заменить свое лицо, а сейчас в Меджорне действительно можно делать и персонажей, и свою фотосессию, ну как вам это не показать, конечно же, я это покажу вам, то есть прям все-все-все функции, да, покажу. Для чего вам аватары, кто не может до сих пор нагадаться, да, то есть вы можете делать свою фотосессию, не выходя из дома для своих соцсетей, упаковки, то есть где-нибудь на кухне, на диване сидите, да, то есть можете создавать это через Меджорне, потом вы даже можете оживлять этих аватаров. Я часто использую, я редко хожу сейчас на фотосессии, чисто для, возможно, какого-нибудь журнала или еще куда-то, да, то есть два-три раза в год я хожу, но намного чаще мне необходимо давать картинки, вот, к примеру, послезавтра я выступаю спикером на конференции, и они просят, дайте нам для анонса, для афиши ваше изображение. Начинаешь перебирать свои прошлые фотографии, но они уже где-то были, фотосессию для этого устраивать, ну, тоже неохота, ну, естественно, я иду в Меджорне, создаю образ и высылаю крутую, крутую свою фотосессию, все от этого в восторге, все говорят, вау, немного губы пересохли. Это вот, знаете, это как 0,1% того, что могут нейросети, того, что может конкретно Меджорне делать действительно классно. Дальше, можно создавать там свои картины, постеры, любимому на футболку, да, свое изображение сделать, или там детям что-то, да, они там с дракончиками, ну, в общем, можно придумывать различные образы, это вот то, что мы уже на втором уроке изучаем. Вот как ученики, это еще даже первого потока, делали свои аватары. На втором потоке, так там еще круче, мы их даже анимировали. Так, сейчас показать бы вам, похвастаться. Где же, где же, где же у меня, сейчас, если найду. Сейчас, буквально секундочку, я надеюсь, я найду быстренько его. сейчас полсекундочки. вы пока пишите свои вопросы, я поотвечаю. Где же ты, где же ты, где же ты есть? Вот он. Получается, нет. Нет. сейчас я для вас загружу. я уже поняла, как это делать надо. Так, ваши вопросы. Загружаю. Слушайте. Здравствуйте, меня зовут Алеша. Я аватар и верный слуга своего господина, гениальнейшего архитектора Алексея Почевалова. Он меня сгенерировал, чтобы самому заниматься творчеством и креативить, а мне выполнять за него всю его рутинную работу. По времени... Сейчас давайте я перейду по курсу, просто вам показываю, что могут нейросети, и дальше расскажу. Там у меня есть прямо один слайдик, по поводу времени. Видели? Вы увидели, да, какой аватар? Это первая попытка создания аватара вот просто даже с водяным знаком, если вы видели, да, то есть вот можно сейчас даже такое делать. Очень круто для ведения соцсетей. Мировые тренды. Я сейчас вам прям... Я когда вот это видела, я просто офигевала. То есть люди, ну, возможно, не один человек, а команда, используя просто цифровые аватары, создают аватаров в Инстаграме, свои, ну, как бы, аккаунты, да, на которых зарабатывают, как они заявляют, да, от 10 тысяч в неделю на рекламах, там еще на чем-то, да, то есть вот есть один из примеров, хотя на самом деле этих аккаунтов сейчас очень много. Вот один Эмили Пелегрини, вы, кстати, можете забить, посмотреть, и что это за пример, чтобы вы понимали, человек, может быть, один, может быть, команда, монетизировали только один способ, который могут делать нейросети, а их там дофига, все, что можно делать. Можно создавать, там, хоть платье, хоть коллекции, хоть еще что-то, да, то есть можно создавать паттерны, обложки, обои, все, что хочешь. Ну вот пример, да, то есть можно с помощью нейросетей создать свою коллекцию обоев. Почему нет? Там коллекцию открыток, то есть есть, кстати, один миллионер в Америке, который сделал свои миллиарды на производстве открыток. Друзья мои, пишите, пожалуйста, как вам то, что насчет обоев, это круто, да, да, вот видите видео. Можно создавать свои логотипы. Так само круто. Вот я говорю, насколько, у нас дизайнеров развито креативное мышление. Я вот даже бы не догадалась использовать функцию логотипы в своих хайлайтсах. Девчонки догадались. Хайлайтсы – это вот эти сюжеты, да, которые там в ВК, в Инстаграме используются. То есть они использовали и оформили свои хайлайтсы. Круто, круто. Я прям, ну, классно. Можно создавать стикеров, персонажей, там, книги и так далее. А у меня тоже есть аватар в D&D. Сделано видео. Три нейросетки используют для его создания. Огонь, Елен, вы уже прям профессионал в создании аватаров. Пишите дальше, да, как вы используете, возможно, в нейросети, в дизайне интерьером. Тоже очень интересно. Дальше. Можно создавать дизайн сайта. Конкретно я показываю, как создавать дизайн сайта на примере MidJordney. Я не показываю, не изучаю нейросетям, которые создают прям сайты. А дизайн сайта мы с вами можем создать. Дальше это можно отдать тому же самому веб-дизайнеру и уже будет как бы для веб-дизайнера более понятно, что вам необходимо, нежели на пальцах объяснять. 2D-графика. Конечно, это прям то, что нужно, да, то есть картины, постеры, открытки. Иногда это даже календари какие-то. Ко мне даже обращались психолог, когда нужно было ей создать вот эти карточки Таро и так далее, да, то есть это тоже как вариант, не знаю, насколько для дизайнера интерьера, но опять-таки вы же должны понимать, что это можно делать. Кому-то это, возможно, пригодится. Можно сделать раскраски для своих детей. Для своей доченьки я как раз-таки делаю раскраски теперь с помощью нейросетей ее каких-то персонажей. Аниме. это моя любимая боль. Я просто очень люблю, меня сын подсадил на аниме, люблю смотреть аниме и создавать главных героев тоже. После просмотра какого-то аниме создавать главных героев это огонь. Самым главным подошли, это создание коллажей и интерьеров. Здесь сейчас прям вкратце, да, я тут в отзывах в восторге от урока по интерьерам. Вкратце расскажу, что вы сможете с помощью нейросети создавать не только концепцию интерьера, а создавать контролируемую генерацию. То есть, как я вам до этого показывала, закидывать туда скетч, какой-то мудборд и создавать 3D-визуализацию, как будто это картинка, да, то есть, без прокручивания. Это не 3D-маг, чтобы вы помнили. Интерьеры еще. И еще интерьеры. То есть, вот у нас можно разные-разные интерьеры делать. Такие вам нужны. Можно создавать коллажи, можно создавать из коллажей, потом переводить в интерьеры. То есть, вот этот стиль вы утвердили с клиента, переводите в интерьеры. Самый огонь, который понравился всем тоже участникам, это миксовать предметы, поиск идей, как помните, да, у меня в УЗИ архитектор, мы всегда искали поиск идей, то есть, делали какой-то предмет в чем-то другом, да, то есть, стол в виде волны, там, к примеру, вот кровать здесь в виде цветка, кресло в виде медведя, тоже, вот, стол в виде волны, да, кровать в виде корзины, стул в виде цветка и паучка. Как это мотивировать, как это использовать? Вот я нашла пример, тоже в Инстаграме нашла, да, архитектор известный, она создает, скажем так, даже не архитектор, а предметный дизайнер, да, она создает предметы мебели и, соответственно, с помощью искусственного интеллекта и все это популяризирует через аккаунты в соцсетях, через издания печатные, через журналы, то есть вот это все она показывает, за счет этого ее имя она как-то крутится, показывается, то есть она с помощью этого себя продвигает, да, то есть пиарит, как эксперт по предметному дизайну, какой-то фэшн-индустрии. И дальше, конечно же, мы архитектуру тоже не обходим стороной, обязательно урок по архитектуре. Я вам сейчас показываю в чате ваши контакты. Да, я вам сейчас дам обязательно и в чате, и вот буквально еще несколько минут осталось, я вам сейчас все контакты дам. По архитектуре, конечно же, это обязательно урок по архитектуре. Что самое крутое, тоже сейчас используют архитекторы, вдохновляются концепции, да, что мы можем делать. Вот даже известный архитектор, имя не помню, я его здесь не записала и забыла. Архитектор вдохновляется концепцией автомобилей и создает архитектуру с помощью нейросетей. Вот обратите внимание, да, тут какие-то такие космические машины и реальные, и нереальные, и создается архитектура под них. Ну и какая-то футуристичная. Опять-таки, где применяются эти архитекторы, я вам на примере зарубежных архитекторов рассказываю, потому что, ну, прям действительно, как они продвигаются, нам можно брать для себя. Они печатаются в журналах, то есть создали какую-то концепцию крутую, и вот печатаются. Все вот эти вот журналы, все, что здесь напечатано, интерьер вы видите, это все создано с помощью того же самого искусственного интеллекта Миджорни. Ну, потому что Миджорни только может такие интерьеры делать. Даже нейросети сейчас используют дизайнеры для создания коллекций. Я не удивлюсь, если буквально через год, через два у нас уже не на подиуме в основном будут ходить, а будут какие-нибудь аватары ходить, да, то есть дизайнеры создают с помощью нейросетей своей коллекции. Вот видите, это коллекция этого года, все блестит, сияет. Кто знает, в этом году у нас на Новый год было все блестящее, можно было одевать, так как дракон у нас любит такое блестящее. Вот пример Милан, Нью-Йорк, да, какая-то фэшн, возможно, это был конкурс какой-то, то есть это вот фэшн-дизайнер создал свою коллекцию, ну, как свою, с помощью нейросетей, но нейросети, она бы не создала эту коллекцию без него. Итак, давайте перейдем к курсу, то есть я вам сегодня показала и кейсы, как дизайнеры используют, как монетизируют, какие сумасшедшие деньги зарабатывают на этом, как наши дизайнеры с курса, да, минимально показала, сейчас, конечно, можно рассказывать и показывать кейсы, отзывы очень долго. Вам сейчас обязательно здесь предоставлю все ссылочки. Опять-таки и приглашаю вас, самое важное, это на нейросети для дизайнеров. Надеюсь, я вас заинтересовала и вам эта интересная тема стала. Вкратце, смотрите, что будет на курсе. Это нейросеть Меджорни, это основное. Если вы думаете, немножечко с ней попользуйтесь и думаете, что вы знаете уже и так Меджорни, я вас уверяю, когда вы зайдете ко мне на курс, вы поймете, что вы знали всего процентов 10, ну, максимум 20, потому что я вам дам помимо самой информации, я вам дам еще гайды, наработки, таблицы со всеми фотографами, не знаю, там, художниками, в общем, со всеми сайтами, что где брать, как делать промты, то есть со всей-все-все информацией для профессиональной работы, чтобы вы могли делать действительно крутые вещи с помощью Меджорни. Меджорни вам везде пригодится. Дальше идут 7 нейросетей для дизайнеров, которые обладают контролируемой генерацией, вот то, что я вам до этого показывала, если у вас прогрузились ролики, конечно же, очень классные нейросети, я тоже их показываю на курсе. Обучение проходит на платформе. Сейчас я отвечу на ваши вопросики. Уроки в записи, это для тех, кто думает, как это уроки проходят, 10 модулей, 20 плюс уроков. Почему 20 плюс? Потому что тот же самый Меджорни каждую неделю выпускает что-то новенькое, что-то интересное. То есть я в процессе курса, в процессе вот там трех месяцев, я еще буду дозаписывать уроки. Доступ к урокам у вас 3 месяца. То есть в процессе этих трех месяцев, если будет действительно новое, вот сейчас альфа-версия Меджорни 6, как только они выпустят бета-версию, то есть скажут, все, мы закончили обновлять каждый день его, можете уже как бы все пользоваться. Соответственно, я сразу записываю для вас новый урок по версии Меджорни 6. Ну и так буду, конечно же, вам показывать, что можно еще делать. Уроки открываются по мере прохождения, не растягиваются на месяц, на два, на три. То есть вы посмотрели, сделали домашнюю работу и у вас следующий открылся урок. Также будет дополнение к этому курсу, как я сказала, в виде новинок всех нейросетей. То есть кто боится, что он сейчас выучит, а через три месяца изменится, да, все, я вас уверяю, я обязательно вам дам бесплатно, то есть вам не нужно будет за это доплачивать, я вам дам обязательно еще бесплатные модули по обновлению этого курса, если что-то выйдет у нас новое. И самое важное, вот самое важное, для чего создается этот курс, для чего я вот здесь для вас, для того, чтобы собрать вас всех в комьюнити, в комьюнити нейродизайнеров, в котором нас уже больше ста человек, чтобы вы понимали, в нашем комьюнити, это чат, где мы общаемся, делимся, там я каждый день выставляю эффективные промпты, о чем говорится, то есть промптинг, обучаемся промптом, девчонки, ребята делятся своими промптами, наработками, кейсами, отзывами, кайфом, да, то есть насколько действительно они используют нейросети, насколько им нейросети помогают. И, конечно же, у нас на курсе обязательно будет присутствовать приветственный созвон, живой, как сейчас у меня с вами, и финальный созвон, там, где мы с вами посмотрим, как можно, либо рассмотрим кейсы, либо как можно еще монетизировать, либо возьмем связку из нейросетей и посмотрим, как их использовать более эффективно. Так, чего не будет на курсе, самое важное, вот чего не будет, это волшебные таблетки, это когда дизайнер приходит и говорит, я хочу, чтобы нейросет за меня все сделала, я хочу ей дать ТЗ, и чтобы она мне подняла сразу объем, и все, я там покрутил, чтобы не платить 3D-визуализатору. Нет, нейросеть еще пока так не может. Да, есть нейросети, будут на курсе, когда вы можете загрузить 3D-модель туда, и с разных ракурсов делать визуализацию, да, прописывая промпт в разном стиле. Это будут нейросети такие, но поднять вам эту 3D-модель пока нейросеть еще не может. Вот. Так, давайте я вам поотвечаю, я ваш проводник в мире нейросетей, бонусы, которые я обещала. Сейчас я вам дам еще ссылочку на чат, ссылочку на чат. Та-та-та-там. Так, смотрите, это ссылка на мой канал. И сейчас я вам дам ссылку на свой курс. Помощники, кто смотрит, дайте, пожалуйста, ссылочку на курс, чтобы я долго не искала. Смотрите, у нас есть, у меня есть для вас бонусы. Это топ нейросетей 2024 года. Подписывайтесь, оставляйте отзыв. Я сейчас после вебинара напишу пост, под ним можете оставить отзыв, и я каждому из вас отправлю топ нейросетей 2024, который я для вас подготовила. Супер, Ирина, я вас благодарю. Полезно у меня на канале? Подскажите. Да, вот, а вот ссылочка у нас, да, да. А вот ссылочка на курс, кому нужно. Сразу скажу, на своем канале, друзья мои, я не делаю постинг много-много нейросетей. К примеру, новость, да, сегодня новость вышла, вчера она вышла. Илон Маск выпустил свою нейросеть, которая там без цензуры, назовем ее так. Я ее еще не тестировала. Но все блогеры уже подхватывают, кстати, они сами еще не тестировали, но они все подхватывают, чтобы быть на хайпе и как бы их там показывали, показывали, набирать просмотры и так далее. Я не беру эту новость сразу себе в канал и не показываю вам, пока я ее не протестирую, не посмотрю, что она действительно может, чего не может. То есть как я действительно, ну, пойму, где ее можно применить и как она мне там помогла или там развлекла или какой-то юморок, да. То есть тогда я вам ее покажу. А вот это вот брать прям на хайпе, ну, как бы, чтобы вы, знаете, не думали, ой, что-то там пропустило. Поверьте мне, у меня этих новостных каналов много и я, как и вы, все это вижу, все знаю, но даю вам только самое ценное и самое важное, что действительно я считаю, что вот в этот момент сейчас действительно для вас это важная информация. Вот так. По поводу курса давайте продолжим. Ссылочка на курс. Евгений Тюрин, вот она называется. Все переходите сюда. Цена, смотрите, до 22-го числа. Это вот сегодня, завтра, получается, до завтра еще день, сутки, да. У меня сейчас она идет, стартовая цена. То есть цена будет динамическая. С каждым вебинаром стоимость будет подниматься. Ну, потому что не то, чтобы ценность курса растет, а для самых, кто быстро принимает решения, для тех самая вкусная цена. Сегодня у меня получается цена это 22 тысячи рублей. Это 20 уроков. Ну, грубо говоря, 1100 рублей – это один урок. Каждый урок у нас не дадут мне соврать участники предыдущих потоков, что, ну, действительно, ценности там точно больше, чем на 1000 рублей. Я действительно в каждый урок оцениваю в 5000 рублей, потому что знаю, какие я туда знания просто даю. Их можно монетизировать. И вы сможете использовать профессиональные нейросети в своей работе. Свой секретный бонус, самое важное. То есть я сегодня, и это только вот сегодня, я разыгрываю среди участников подписку. Одну подписку на 30 долларов Меджорни. То есть у Меджорни есть несколько тарифов подписки. И вам, если вы зайдете на курс, как я сказала, нужно будет обязательно подписку покупать. То есть это либо 10 долларов, ну, 10 долларов как раз-таки для курса вам будет достаточно. Либо 30 долларов. Поэтому смотрите, я дарю сегодня, разыгрываю среди участников одну подписку. 30 долларов и три подписки на 10 долларов. Все, кто сегодня зайдет на курс и оплатит, я это разыгрываю. Так, поэтому переходите по ссылочке и оплачивайте. Еще раз. Мой телефон напрямую. Кому что-то интересно, у кого какие-то сомнения, можете мне прямо написать в Телеграм, ватсап. Я во всех соцсетях Махонина Дес. В Инстаграме. Правда, я его не сильно активно веду. Только вот сейчас собираюсь, да, на Телеграме. И мой QR-код Телеграм-канала, куда вы можете перейти, оставить отзыв под последним постом, который я сейчас делаю, и получить топ нейросетей. Ну, все это у меня. Так, это все. Как я вам обещала, полтора часа наш вебинар. Я уложилась минута в минуту. Да, вот Анастасия говорит, что можно связаться с менеджером Union, да, в Телеграм-канале вам подскажет, да, 30 долларов, на какой период действует. 30 долларов на месяц. Подписка, смотрите, что такое подписка? Это как подписка любая нейросеть, приложение, вы подписываетесь, кинопоиск на телевизоре, да, то есть вы подписываетесь на месяц, там, ЛитРес, подписка на месяц идет. То есть 30 долларов это идет на месяц, 10 долларов на месяц. Разные нейросети, они имеют определенную стоимость. Есть совсем бесплатные, есть условно-бесплатные, как я сказала, то есть они дают начале несколько токенов попользоваться. Если вы не пользуетесь ими постоянно, вы можете, конечно же, взять, там, ну, аккаунты разные заводить, то есть, ну, таким образом. Но если вам нужно прямо действительно использовать и постоянно, и классно, на профессиональном уровне, конечно же, можно их оплатить. У меня всего, сейчас я скажу, раз, два, у меня всего три нейросети на данный момент, которые я оплачиваю на постоянной основе. Все, они мне закрывают все-все-все потребности, все, что мне необходимо. Сегодня оплатила, супер. Елен, я вас благодарю за то, что вы вошли на курс. Вот я больше, чем уверена, что вы получите, ну, все ответы на свои вопросы. По генеративным нейросетям, по нейросетям для дизайнеров, по картинкам. Сразу скажу, на этом курсе не будет нейросетей по анимации, по созданию видео, не будет нейросетей по языковых моделях, да, то есть чат, GPT, как там ботов автоматизировать и так далее. Это другие нейросети. У нас будет для создания классных дизайнов интерьера, ну, так сухо, классных аватаров, классные изображения, в общем, все, что связано с картинкой, красивой, сочной картинкой. Так. Ну вот, Анастасия, подскажите, пожалуйста, смотрите, друзья мои, всех, у кого получится, не получится оплатить, пишите мне, пожалуйста, на WhatsApp. вот мы с вами разберемся, потому что всякое бывает. Вот видите, у команды поддержки кнопочка купить может сработать, может не сработать. Затем перейти к оплате. У кого есть какие-то вопросы, давайте поотвечаем. Для ландшафтного дизайна подойдет нейросеть? Ох, вот сразу скажу, прям ландшафтному дизайну я нейросетям не обучаю. Знаю, есть нейросеть, которая что-то там делает, но я не хочу сказать, прямо она делает не очень хорошо, поэтому я ее пока не даю на курсе. По ландшафтному, прям конкретно по ландшафтному дизайну нейросетей не будет. Дизайн, штор, текстилем. Смотреть, для чего вам этот курс? Какие задачи хотите? Если вам необходимо разрабатывать, может быть, текстуру для штор, что-то интересное подойдет. Если вы рисуете от руки эти шторы, вот, представляете, вы нарисовали этот скетч от руки эти шторы, и вы хотите их сделать, как будто они, фотографии висят, и закинуть в комнату, ну, как бы сделать 3D-визуализацию, тоже подойдет, как я вам сейчас, сегодня показывала, как делается, да, из картиночки объемная картинка, то есть тоже подойдет. Я считаю, что для дизайна штор подойдет, но опять-таки, какой запрос у вас, что вы хотите, чтобы вам делала дизайн штор нейросети, она может сделать миджорни, тот же самый, в разных стилях, что-то интересное, креативное, поиск идей может искать, то есть какие задачи вы ищете для дизайна штор, а какой софт можно на планшете работать, на планшете можно работать, главное, доступ к интернету, Кать, как ставить заявочку, друзья мои, сейчас еще разочек продублирую. продублировала я этот сайт. Нет, английский не нужен, я вам дам переводчик, классный переводчик, потому что я сама английского не знаю, надеюсь, что я благодаря нейросетям его все-таки выучу, но на самом деле нам в будущем, наше будущее, имейте в виду, что нам, у нас вот эти языковые барьеры у нас снимутся с помощью нейросетей, вы можете сейчас даже говорить, нейросеть переводит и озвучивает ваш голос на другом языке, то же самое с вами может общаться и другой человек, чтобы вы понимали, языковые барьеры снимутся, поэтому английский учить не нужно, промты мы прописываем на английском, но с помощью переводчика. Так, я вас уверяю, мало у кого есть хороший английский среди вот нас, нашего комьюнити. Так, сколько времени дается на выполнение домашних заданий, сколько хотите, доступ к курсу три месяца, вы можете хоть неделю делать, как вам позволяет работа ваша, сколько времени, так, подскажите, а следующий курс через месяц будет, сейчас работы много, не хочется затягивать с ответами на задание. В этом формате, скорее всего, этот курс будет последний, вот, потому что я буквально сегодня пост делала в телеграм-канале свое видение, как я вижу, что я хочу давать, то есть вот именно вот в этом формате этот курс будет последним, дальше будет по-другому курсы, они либо будут на мини-блоке разбиты, либо будут совсем гигантские курсы, которые будут стоить достаточно дорого, чтобы вы понимали, то есть вот, вот это, наверное, последний у меня формат, потому что летом, вот сейчас курс три месяца получается, да, конец марта, поток мы завершаем где-то в конце мая, скорее всего, у нас созвон будет, ну, в среднем где-то идет студент, вот месяц, полтора месяца, то есть где-то 15-20 мая мы будем делать финальный созвон. Конечно же, запуск делать летом я не буду третьего потока, то есть в осени совершенно у меня вся структура поменяется, поэтому я вам рекомендую заходить сейчас, если у вас что-то не, ну, как бы работы много, отложите на, там, недельку, две недельки, на месяц даже, и через месяц сможете начать. Кстати, так сделала несколько процентов курса вот со второго потока. Они только сейчас, когда уже другие закончили, они только сейчас приступают. Я думаю, что полтора месяца достаточно изучить 20 уроков, 8, сколько там, 10 модулей. Так. Обучайтесь сейчас, не можете пойти. Ох, плохо. Я бы вам рекомендовала пойти на курс. сама сразу скажу, я сейчас на трех обучениях параллельно, у самой времени не хватает, но я понимаю, что это такие обучения, которые просто раз на них попасть нельзя не попасть, открывается запись раз в полгода, и поэтому я, естественно, как бы записываюсь. Да, есть там, где уже прошел месяц, я даже не приступила, мне пишут иногда и кураторы, говорят, где же вы, куда же вы пропали, я говорю, извините, пока мне некогда, но я начну. Поэтому это вот к вам, к вопросу, нужно ли вам, потому что действительно вот этот курс, сейчас он весной, вот он, скажем так, последний, летом я не буду давать курс, только осенью. Осенью будет другая цена, другая структура, будет все по-другому, вот я вас уверяю, поэтому вам сейчас вот в наше, а самое главное, это не знание, это вот то комьюнити, которое у нас собралось, вот поверьте, если вы сейчас были в нашем чате и видели действительно, какая у нас там живая атмосфера, как мы все друг другу помогаем, как мы стимулируем друг друга, это просто кайф. Так, ура, спасибо, Александра. Я думаю, не то, что думаю, я знаю, что вы не разочаруетесь, давайте я вам сейчас сейчас чат с отзывами скину и посмотрите. Сюда очень каждый день поступают отзывы, но я даже не успеваю публиковать их, честно говоря, в чате. Вот, можете посмотреть чат с отзывами. Так, у кого-то есть еще вопросы, друзья мои, помимо оплаты? Я готова сейчас вам ответить, пообщаться с вами на тему нейросетей, возможно, открыть для вас еще что-то интересное. Так. Так, супер, смотрите, напоминаю последний раз, вот сколько человек оплатили, я сегодня разыгрываю 4 призовых места, скажем так, да, вот среди вас разыграю 30 долларов и 10 долларов в Миджорни. Ура! Все, вопросов нет? Друзья мои, меня видно, слышно? Все окей, вопросов, если нет, либо мы закругляемся, либо задавайте вопросы. Жду ответа. Либо пока-пока пишите, если у вас уже нет вопросов. По поводу промо-кода. У нас, смотрите, там команда, я, кстати, сама еще не проверила этот платежный модуль. По поводу промо-кода хочу рассказать. Для тех, кто оплачивает в рассрочку, это одна цена. Для тех, кто оплачивает по промо-коду, у нас получается, это моя задумка, я хотела сделать честную цену. Наверное, вы знаете, да, что когда платится в рассрочку, люди, не знаю, раскроют для вас секрет, да, такой, когда вы платите в рассрочку, получается, для тех, кто не платит в рассрочку, цена завышается. И поэтому я хотела сделать, чтобы цена была честная. Тот, кто платит не в рассрочку, для них реальная была цена. Поэтому я даю промо-код для тех, кто платит не в рассрочку. А тот, кто платит в рассрочку, цена именно на тот процент, на который идет завышение, обычно завышается только для тех, кто платит в рассрочку. А для тех, кто платит не в рассрочку, для них не будет никакого завышения цены. И, к сожалению, это из-за наших банков, из-за этой системы, можно только сделать через промо-код. То есть мы самостоятельно можем дать скидку на этот процент вот поэтому переходите оплачивайте хотите с рассрочкой хотите без рассрочки то есть мы для вас подготовили все моменты но я всегда за честность за прозрачность чтобы вы это знали все всем благодарю так друзья записывайте мой телефон еще раз прям скриньте и записывайте менеджера не знаю тут вот свяжитесь не свяжитесь union до 0 0 5 сможете ли с ней связаться если будут какие-то вопросики пишите пожалуйста мне прям напрямую я всегда открыта всегда с поддержкой ваш проводник мирный мир нейросетей все расскажу покажу стоит вам сейчас не стоит то есть вот если вам реально знать вот когда я проводил действительно опрос на стоит ли идти человеку на курс и когда он мне писал задачи свои совершенно не связанные с дизайном интерьера игру вот вот именно то что вы сейчас хотите создание аватара видео там еще что-то этого мы не изучаем на курсе вам не сейчас не на мой курс либо там по маркетингу что-то да то есть там вот чат ботов создание говорю вам тоже сейчас не на мой курс это дождитесь пожалуйста следующих продуктов так что так вот пишите мне так для тех кто оплатил что дальше делать я вас добавлю в ручном режиме в наш чат 30 29 марта я вас всех добавлю и 30 марта у нас старт курса кстати здесь не написала старт да моя ошибка ссори допишем 30 числа у нас старт курса я вам везде анонсировала на сайте тоже должен быть 30 числа вам открываются уроки проходите делаете выполняйте домашнее задание общайтесь в чате в чате поддержка не только моя в чате поддержка ста нейроэнтузиастов то есть представляете это вот столько людей которые уже тоже прошли этот курс которые на самом деле вам помогут чем-то подскажут то есть это очень полезно и это кайфная потому что сама создаю состою в таких же комьюнити и я понимаю насколько это полезно их хочу создать свое ура я благодарна благодарна всем кто оплатил даже я тоже с нетерпением жду старта для того чтобы начать с вами работать и погружать вас мир нейросетей так ну вот видите у всех разное бывает с телефона прошла с компьютера кстати когда мы начнем оплачивать нейросети почему у нас в россии так мало работают и знают вот эти нейросети которые на профессиональном уровне миджор не чат gpt потому что их не так просто оплатить нужно для этого создавать виртуальную карту я вам покажу как ее создавать покажу ресурсы запрещенные там да то есть вот этот vpn которые то есть я вам все покажу все что нужно сделать для того чтобы зайти оплатить и пользоваться оригиналом они вот этими ботами которые до урезаны те многие вещи не вы не сможете сделать да да елен если вы ну вот так 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 вы только зашли да наверное только оплатили до комьюнити это здорово это не просто тренд будущее это все будущее вот будущее за комьюнити будущее не в знаниях в определенных информации будет очень много в интернете просто безгранично причем хотите с вами вот кто сейчас остался пока я с вами информации поделюсь тоже черешнев евгений по моему да вот он тоже изучает искусственный интеллект и очень классные и умные мысли говорит на примере википедии посмотрите у нас есть википедия есть американская википедия есть русская википедия в американской википедии на история какой-нибудь войны по одному будет написано в русской википедии история события какого-то будут совершенно по-другому написано обычно это там какие-то воины или еще, то есть с нашей стороны и с другой стороны. А вот к нам пришел искусственный интеллект. И поверьте мне, сейчас в ближайшем будущем не будет никаких Википедий, все пойдут за информацией в ИИ, в искусственный интеллект. А искусственный интеллект, вот какую он информацию будет он выдавать, никто не знает. И вот сейчас как раз-таки государство прям заморачивается. Создавать базу, обучать искусственный интеллект именно на их базе, чтобы он выдавал информацию, вот наша Россия выдавала наш искусственный интеллект, как для нашего пользователя, то есть как мы должны мыслить, соответственно, это же управление мышлением, то есть информация, что мы должны. Зарубежность, соответственно, по-своему искусственный интеллект обучает. То есть сейчас прям битва вот этой информации будет, и мы никогда не будем знать на самом деле, что правда, что неправда, и сейчас вам нужно прям развивать критическое мышление, понимать, откуда действительно истоки идут, что это действительно достоверная информация, потому что сейчас очень будет много фейков, дипфейков и так далее. То есть это вот, поверьте мне, сейчас бич ближайших не двух лет, может быть, даже трех лет. То есть этот год еще не будет, потому что сейчас мы еще пока еще не доросли до этого, а вот через два-три года мы это прям можем уже начинать ощущать, ближайшие даже пять лет. Это страшно. Не знаю, попробовала вам сейчас объяснить, на каком это, да. Это страшно, но государство уже сейчас понимает эту проблему и начинает туда делать финансирование, включать программистов для того, чтобы они создавали, обучали искусственный интеллект на базе своей истории, своей страны, ну, чтобы понимание было. Так, интересная информация. Это платная лекция. Я брала, ну, онлайн-лекцию смотрела, и вот сейчас я для вас донесла. Я для вас донесла ее в пяти минутах самая ценная информация в конце вебинара. Вот. А все, кто оплатил, я вам благодарна. Встретимся. Все, всем пока-пока. Отключаюсь. Ну, скажите мне пока, кто еще не ушел. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok